Всем привет, меня зовут Богатейщий Ди. Сегодня я хочу поговорить об этом человеке, который сейчас у всех на слуху, а всё благодаря его видеороликам, в которых он практически предсказывал будущее биткоина. И я не говорю сейчас о тех прогнозах, которыми завален интернет. Я говорю о том, что сказанное им о биткоине сбывалось. В большинстве случаев он не говорил о конкретных ценовых значениях, но в любом случае то, о чём шла речь в его видеороликах, просто взрывает мозг. Спасибо моим подписчикам за то, что скинули ссылку на его канал в комментариях. Первое видео, которое меня заинтересовало, было опубликовано в 2011 году, поэтому и качество его соответствующее. Давай интро и поехали. Доброе утро, ребята. Я хочу поведать вам о силе биткоина. Наверное, вы не хотите слышать об этом на канале о серебре, но я должен подчеркнуть, эта информация просто взрыв башки. Я читал статью и увидел в конце реквизиты для донатов. Там была ссылка, которая позволяла отправлять и биткоины. Я мог скопировать эту ссылку на своём айпаде и отправить деньги автору статьи буквально моментально. Мне не нужно было доставать свою кредитку. Мне не потребовалось вводить свой адрес, вспоминать почтовый индекс и всю эту ересь, которую необходимо проделать, чтобы отправить кому-то деньги. Всё было моментально и быстро. Главное, не было никакого посредника, который отгрыз бы 3% или даже больше себе. Ребята, скорее всего, вы уже это всё слышали и думаете, ну да, это просто старые новости, никого не колышет уже. Но подумайте об этом. Это видео появилось на ютубе 1 июня 2011 года. Обычно я смотрю котировки на Bitfinex, но сегодня в анализе нам поможет Bitstamp, у которого график уходит дальше всех в прошлое. Если пролистать аж до самого начала, мы видим, что этот видеоролик был опубликован ещё тогда, когда этого графика даже не существовало. Я знаю людей, которые обсуждали биткоин ещё в 2013, и они мне сказали, что в 2013 году биткоин был просто ничем. Я спрашивал их, а почему вы не инвестировали в него? Чувак, никто не верил, отвечали они. Биткоин в 2013 году едва существовал, неудивительно, что в него никто не верил. И если вы сравните то настроение и ту неуверенность в 2013 с тем, что происходит сейчас, вы поймёте, какой большой путь был пройден. Но это ещё не всё, всё становится только горячее. Этот же человек запостил видео с названием «Выводите свои биткоины с МТГокс». На тот момент МТГокс была самой крупной площадкой для торговли биткоином, если вы не знали. Ребята, я не какой-то религиозный сектант, не любитель теорий заговора и не волшебник страны ОС, но вот это действительно пробирает до мурашек. Этот мужик действительно что-то больше, чем просто человек. 26 июня 2013 года этот человек выпускает видео с названием «Выводите биткоины с МТГокс». А через 5 месяцев после этого компания МТГокс объявляет о банкротстве. Если у вас сейчас не бегут мурашки по коже, с вами что-то не так. Переходим к третьему видео, которое меня тоже заинтересовало на этом канале. Точнее заинтересовало его название «Время покупать биткоин». Видос был опубликован 16 февраля 2018 года. Вы помните, что тогда происходило? Когда биткоин впервые за этот год коснулся 6 тысяч долларов. Этот человек сказал, что пора покупать. И курс биткоина полетел на 12 тысяч долларов после этого. Это просто Нострадамус в мире криптовалют. Я бы предложил вам сейчас зайти частями, маленькими порциями. Судя по этому фрагменту, Нострадамус очень осторожный. Он не говорит «Просто входите на всю котлету и не парьте мозг». Он говорит о различных циклах и что он верит в то, что в будущем будет еще один такой большой цикл, после того, как закончится актуальный. Также в этом видео он обсудил и проблему пузырей. Почему-то люди не говорят о пузырях, когда их инвестиции умножаются каждый день. Их сердца наполняются эйфорией, но не страхом. А этот человек говорит о пузырях, когда наблюдается массивный, переоцененный и перекупленный рынок. И в этом же видео он говорит о том, что будет еще одна большая волна, когда биткоин снова взорвется. Когда цена биткоина достигнет миллиона долларов. А потом последует крах курса до 100 тысяч долларов за один биткоин. В принципе, в этом есть какой-то смысл. Биткоин потерял около 87% стоимости вот здесь, в 2014. А сейчас в 2017 он потерял около 85. Но что еще интереснее, по прогнозу этого человека, после следующей волны хайпа и краха, когда биткоин упадет до 100 тысяч долларов, нового пузыря не будет. Потому что банки уже будут контролировать достаточно большую часть биткоинов. У них будет столько биткоинов, что весь рынок будет более стабильным, будет больше ликвидности, объема и так дальше. Поэтому шансы для повторения такого же хайпа и перекупленности снова будут куда меньше. Теперь же, для всех людей, кто не верит в биткоин, вот вам последнее видео. Но прежде чем его посмотреть, если вы хотите купить или продать биткоин, либо другую криптовалюту, это вам на exchangesumo.com. Над этим мониторингом я работаю уже более 6 месяцев, вложил свои деньги и усилия, поэтому надеюсь, он вам понравится. Ссылка будет в описании. Я в этой игре с тех пор, как биткоин стоил 1 доллар. Так что свои профиты я уже получил. И вы тоже так можете. Если биткоин сойдет с ума, что-то типа 10 иксов от предыдущего пика, если это снова произойдет, вы тоже свой кусок пирога получите. Биткоин пробивает 20 тысяч и идет на 200 тысяч, к примеру. Я бы сказал, что это время для того, чтобы вывести из него часть денег, а вторую часть — холдить. Поэтому часть вы холдите, а частью пользуетесь. Так делаю я. Теперь, все, кто думает, что биткоин упадет до нуля, просто не понимают систему. На самом деле, она не столь сложна, если вдуматься. Это как реестр, в котором написано «Кто и что имеет?». И никто его обмануть не может. Нет способов обмануть систему. Нет шансов кинуть кого-то на деньги или украсть их. Тогда почему люди так боятся этого актива? Я думаю, это лишь потому, что такой актив никогда ранее не существовал в истории человечества. Это что-то абсолютно неизведанное. Ребята, надеюсь, это видео, да и канал в целом, хотя бы чуть-чуть раскрыли глаза тем, кто не верит. Ну или хотя бы поможет тем, кто холдит криптовалюту, пережить этот медвежий рынок. Что ж, у меня есть куча биткоинов, поэтому я просто уезжаю на своей ламборгине за горизонт. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и обязательно комментируйте. Больше комментариев, больше улыбок на этом бесконечном и жестоком падении. А меня зовут Богатейший Ди, зарабатывайте. Субтитры сделал DimaTorzok